x5 диалог 2022 продолжает свою работу рядом со мной екатерина лобачева екатерина здравствуйте здравствуйте ну работа сегодня на освещение конференции поставщиков x5 нельзя не затронуть тему из жив ровно потому что эта тема такая для крупных компаний важная остается лишь вашей стратегии как сейчас на эту тему размышления внутри компании ну как я сегодня рассказывала на нашей пленарной сессии есть же по-прежнему находится в одних из главных приоритетных направлений деятельности x5 есть же и более конкретно это социальная повестка социальные проекты на которые мы смотрим мы сохранили все наши цели которые у нас были запланированы до 2030 до 2030 года и мы выполнили все наши цели которые мы ставили себе к 23 году и более того по такой важной для нас теме как продовольственная помощь нуждающимся слоям населения мы даже перевыполнили этот показатель и будем продолжать делать на него такой наибольший акцент тема экологическая да калышская повестка она остается фокусе какие экологические цели вы ставите на ближайший год экологические цели конечно фокусе для нас это вопросы упаковки для нас это вопросы утилизации для нас это вопросы сокращения отходов все что мы потом должны вывозить на полигоны мы будем работать над тем чтобы было как можно меньше и здесь один из наших таких ключевых проектов которые мы запускаем в этом году, это фудшеринг. Я готова очень подробно про него рассказать. Мы хотели бы, чтобы у нас не выбрасывались продукты с истекающим сроком годности, чтобы мы смогли собирать их своевременно и передавать нуждающимся категориям населения. Давайте на самом деле сейчас именно про фудшеринг. Это одна из тех тем, которая всколыхнула, когда особенно эту тему начали активно поднимать. Что конкретно делается? Какие сложности были при реализации первых шагов этой программы? Мы хотим попробовать собирать продукты с истекающим сроком годности, которые еще не достигли этого истекшего срока годности, и передавать его определенным категориям населения. У нас тут есть партнеры. Это у нас Anno Food Sharing или фонд Еды Русь. Это наши партнеры, с которыми мы очень много лет уже работаем. И вот у нас сейчас пилотируется в разных регионах на магазинах сбор именно пока по категории хлеба. Почему хлеба? Ну, во-первых, это самая оборачиваемая категория, и, конечно, сроки годности там достаточно короткие. А самый главный хлеб – это такой востребованный продукт, который для нас он прям, ну, такой, не знаю, родной, да, и мы хотели бы, чтобы как раз хлеб из наших магазинов не выбрасывался. Итоги пилотов. Вот, представляете, один небольшой магазин может собирать от 120 до 180 килограммов хлеба по итогам месяца и передавать его. Это в каком объеме мы можем расширить эту программу? По крайней мере, мы знаем, что этот продукт дойдет до нужных нам категорий населения, и они будут действительно употреблять его и понимать, что они получили этот продукт, ну, скажем так, и бесплатно, да, и такой вот знаковый продукт. А что это еще для нас? Это, конечно, сокращение объемов утилизации. Потому что если мы будем передавать эти продукты для потребления, это значит, объем утилизации того или иного продукта будет прям вот снижаться. И вот по категории хлеба как раз снижение утилизации на 65%. Большая задача. Да. Ну, а далее вот этот пилот вы сейчас прошли, следующие категории, в которых вы видите возможность развития? Мы сейчас будем раскатывать хлеб, потому что мы начали только на нескольких магазинах в нескольких территориях. Сейчас мы будем раскатывать этот пилот по хлебу на все наши магазины, на все наши регионы, там, где мы сможем это делать. Дальше мы будем смотреть, какую следующую категорию выбрать. Здесь есть две задачи. Во-первых, мы хотели бы, чтобы государство услышало нас и позволило бы нам не начислять НДС на списываемые товары. Потому что если мы будем передавать еще и дополнительно уплачивать НДС, то для нас это, конечно, экономически будет достаточно затратно. Поэтому будем смотреть, в каких объемах мы сможем себе этого позволить, если не получим вот эту НДС-нульготу. А во-вторых, ну, государство, конечно, интересует вопрос, а не будет ли это использоваться в каких-то не столь высоких целях. И почему, кстати, хлеб был выбран первой категории, потому что его невозможно перепродать. Слишком короткий срок годности для того, чтобы успеть обернуть в каких-то недобросовестных целях эту категорию. Поэтому мы будем смотреть итоги пилота по хлебу, будем раскатывать в первую очередь его, а дальше смотреть на то, как это будет воспринято как со стороны сообществ, так и со стороны государства, и смотреть на какие следующие категории можно будет это применить. Да, сейчас, соответственно, очень здорово, что есть конкретные кейсы, которые вот в этом году получилось все-таки делать. Я так понимаю, что непросто было запускаться в этом году. Повлиял ли кризис очередной для нас на программу устойчивого развития? И как? Какие-то есть сокращения? Вы знаете, он не повлиял в сторону сокращения, он повлиял в сторону пересмотра некоторых подходов к повестке ESG. Конечно, мы теперь не столь ориентируемся на какие-то международные рейтинги, они нам просто недоступны теперь. Мы теперь смотрим на конкретные показатели внутри страны, и здесь мы даже немножко больше фокус теперь делаем на социальный аспект, ну то есть на букву S в этом компоненте. И люди для нас являются приоритетом во всех наших проектах. И здесь и продовольственная помощь через ту же корзину доброты, которую мы делаем уже много лет. Мы привлекаем туда наших поставщиков, помимо того, что мы сами это проводим, поставщики могут принимать участие. И вот сейчас в течение сессии нам даже задали вопрос, можем ли мы запустить совместную акцию с бэндюэлем и еще с привлечением даже менеджмента к волонтерской помощи в магазинах при сборе продуктов. Конечно, мы будем еще помогать нуждающимся с точки зрения продвижения такого инструмента, как продовольственная помощь. У нас уже есть вся необходимая инфраструктура для использования социальных сертификатов в наших магазинах. И так как мы возобновили уже работу программы лояльности, то есть у нас уже есть инструмент, где мы можем ее принимать. Социальный сертификат – это такой инструмент, который позволяет органам власти начислять определенные субсидии, определенные суммы денег для траты именно на продукты питания и первые необходимости, социальные товары, как мы их называем. А мы, со своей стороны, будем давать дополнительные скидки, дополнительные компенсации и таким образом поднимем доступ, доступность товаров для наших наиболее нуждающихся категорий населения. То есть таким образом вы сейчас инвестируете ту дополнительную скидку, которую можете получить именно для тех, кто непосредственно должен быть носителем этой скидки? Да. То есть мы совместно с регионами, совместно с различными ведомствами, которые обладают такими списками, они всем известны, это отдельные социальные слои населения, которые уже какие-то льготы получают, например, многодетные, пенсионеры, семьи, беженцы, достаточно большая категория, и мы, получая доступ, получая в виде этот сертификат, можем давать, соответственно, свои дополнительные скидки этим категориям граждан на определенные товары. Понятно, что мы будем смотреть за ассортиментом совместно с органами власти и определять, на какие виды товаров мы можем эту скидку распространять. Что касается то, как покупатели относятся ко всем этим инициативам, мы же понимаем, что уровень такого доверия в какой-то мере, что крупная компания действительно хочет помочь, он как бы такой не всегда очевидный. Осторожен, осторожен. Вот как вы это преодолеваете, какими способами? И преодолеваете ли? Вы знаете, интерес к таким проектам сейчас есть не только у бизнеса, мы как раз видим его со стороны покупателей. Пятерочка и перекресток проводили опросы покупателей, какие виды социальных проектов они хотели бы видеть у торговых сетей. И мы, оказывается, попадаем с точностью до 100%. Это здоровое питание, это экологические проекты и, конечно, это продовольственная помощь. Потому что торговая сеть, особенно мы, как крупнейший продавец продуктов питания в Российской Федерации, мы, конечно, должны участвовать в проекте продовольственной помощи. И там, где мы, там не должно быть голодных и нуждающихся. И там не должны выбрасывать хлеб. Да, ну это боль, это действительно боль. Когда вообще не только хлеб, а и другую продукцию, которую ты видишь, что вот, ну она, в принципе, вполне бы могла быть доступна, но ее куда-то, вот это всегда боль, на самом деле. У нас есть еще дополнительный проект, называется Food Drive, когда мы передаем продукты с истекающим сроком годности, либо некондиционный товар мелким фермерам для производства кормов, для переработки в дальнейшем переделе. Но здесь это немножко другая направленность. Здесь мы хотим как раз меньше выбрасывать, мы хотим меньше утилизировать, а больше использовать. Это такое, как ресайкл внутри магазина. Но тоже есть ряд трудностей, да, мы должны, во-первых, получить потребность, ну то есть получить желающих забирать эту продукцию, да, мы должны понимать, в каких объемах, да, мы должны наладить регулярность сдачи такой продукции. Но мы будем в любом случае все эти проекты поддерживать и развивать. Не секрет, что очень многие инициативы в разрезе устойчивого развития шли ранее от крупных игроков, если мы говорим с точки зрения поставщиков. Вот сейчас, как вы увлекаете партнеров, учитывая, что крупные там FMCG-бренды там покинули рынок, и находите ли отклик именно сейчас вот среди поставщиков и партнеров вот на текущем рынке? Конечно, находим. Действительно, вы абсолютно правы. Впервые это пошло скорее от наших западных FMCG-партнеров, но мы эту повестку подхватили, и сейчас государство очень активно помогает нам в развитии этой повестки, потому что у нас появляются все новые и новые законодательные инициативы по РОПу, по упаковке, по требованиям к упаковке, поэтому здесь мы точно не будем одним, мы точно не будем стоять на месте, и, конечно, все наши крупные поставщики готовы в это вовлекаться. И такой же, наверное, завершающий, все-таки устойчивое развитие. Это дополнительные затраты или возможность найти какую-то дополнительную прибыль, которая будет более понятна многим партнерам, когда они подключаются к этой теме. Хороший вопрос, спасибо большое. На самом деле для нас мы не считаем наши затраты на ESG, мы не ставим себе каких-то цифровых показателей с точки зрения прибыльности от этих проектов. Мы эти проекты учитываем как необходимую составляющую нашего бизнеса. Для нас это прям вот гигиенический минимум. Но мне кажется, на рынке есть много примеров, когда для наших партнеров в этом есть ниша, в этом есть потребности, на этом действительно можно заработать. И, ну, примеры могу приводить любые, но, например, вы же заказываете продукты питания, либо готовую еду на дом. Вот в некоторых сетях, в Москве, например, достаточно распространенных, уже давно вилки, ложки, то есть вот эти приборы одноразовые, они деревянные. И упаковка перерабатываемая. А у нас сейчас вообще, в принципе, недостаток мощности по упаковке. А вот в упаковках, которые перерабатываемые, которые экологичны, вот там вообще ниша открыта, и там как раз можно вполне себе заработать и развернуться. Вы знаете, не получилось завершить, наверное, этим вопросом. Мы смотрели как раз в рамках экспедиции один из проектов, который небольшая сеть сделала по сбору мусора, да, там 13 видов мусора. Видите ли вы такие проекты для себя, потенциально, ну, как некие вот сначала пилоты, а потом более серьезные раскатки, когда нормальная история, где много покупается упаковки, и там же в итоге эта упаковка возвращается. Вот видите ли вы такие перспективы, и вообще строите ли такие планы? Ну, вы знаете, мы проводили много исследований на эту тему. Все-таки магазин не точка образования мусора. У нас образуются отходы, которые не проданный товар, да, и вот здесь у нас очень много проектов, о чем я рассказывала, о том, чтобы минимизировать количество этого отхода. Но все-таки место сбора упаковки – это не магазин. То есть человек покупает в этой упаковке в магазине, но потом очень редко, ну, вы сами на своем потребительском опыте знаете, вы не распаковываете ее тут же и не достаете из нее товар и не выбрасываете ее здесь. Все-таки у нас на магазине такого количества упаковочного мусора не образовывается. Поэтому были даже со стороны государства-пилоты по установлению внутри магазина пунктов сбора упаковки, которая в магазине была продана, но оно не дал каких-то фееричных результатов, упаковки достаточно мало. Поэтому в этом плане нужно находить другие точки сбора этого мусора, да, сбора, утилизации упаковки. Но если будет какой-то процесс, в котором мы сможем поучаствовать, мы будем готовы. Спасибо большое, Екатерина. Ну что ж, еще одну тему мы затронули в рамках x5-диалог 2022. Следите нашими материалами подробно на страницах сайта retail.ru и в YouTube-канале смотрите видео. Спасибо. Ух!